Без музыки жизнь была бы ошибкой. Фридрих Ницше. Кто ее придумал, сегодня достоверно не удастся, но историки утверждают, что без испанских корней здесь не обошлось. Кстати, неудивительно, что заведомо качественным и по сей день считается инструмент от испанского производителя. Правда, если речь идет о классической, а не джазовой гитаре. Джазовая гитара или вестерн – это плод фантазии американцев начала 19 века. Классику от вестерна отличает более широкий гриф, традиционные, так называемые, женские формы корпуса и нижние струны, исполненные не из металла, а из нейлона или другого синтетического материала. Несмотря на то, что во всем мире классика с некоторых пор уступает по массовости продаж джазовому варианту, она по-прежнему остается элитарной гитарой, приспособленной для серьезной игры. Не боем, но перебором, не на слух, а по нотам. Наследили в гитарных рядах и наши предки. В конце 18 века в России родилась семиструнная гитара, так называемая русская гитара. Оставшаяся, правда, в истории лишь как инструмент цыганских хоров. Вопреки бытующему мнению, струн у гитары не обязательно должно быть 6 или 7. Встречаются и 8, и 10, и 12 струнные гитары. Кстати, на 10-ти струнной гитаре удобно исполнять баха, из-за возможности извлекать особо низкие звуки. Разумеется, если придет в голову их увлекать. Ну, а наибольшее число струн зафиксировано на экземпляре, принадлежавшем американскому джазовому гитаристу Пэту Меттоне. На его гитаре их было 42. Струны, вот начиная с первой стрункой, они дублируются в унисон. Ну, если сравнить, то можно привести в качестве примера мандолину. Там тоже 8 струн, каждая продублирована. Начиная с третьей струны, в 12-й струнке струны настраиваются в октаву. То есть, и именно за счет этого создается такое очень достаточно богатое звучание. Вот. По-моему, трудно передать словами, насколько инструмент уже звучит интереснее. Ведущие мировые бренды делают настоящие вещи практически на любой вкус, темперамент и возраст. Но вопрос выбора гитары далеко не праздный. Без консультации грамотного специалиста, если вы еще гитарист-начинающий, здесь не обойтись. Ведь даже при покупке испанского варианта есть риск впасть в заблуждение. Мол, все, что сделано на перенеях – шедевр. Умение разбираться в инструментах и знание истины их цены и отличает любителя от профессионала. Но об этом мы расскажем уже в новом году. Субтитры создавал DimaTorzok